История Эсхатологических теорий История эсхатологических теорий Как возникли эти теории? Четыре теории было, да? Лисуем линию вот такую, проводим у себя Здесь опять оставляем место, будем отмечать Начинаем Четвертый год до рождения Христа Иисус пишем Четвертый год до рождения Христа Иисус указан здесь Иисус родился Здесь пишем После рождения Христа Тридцатый год После рождения Христа И ставим крест Стрелочку И одну стрелочку повыше Крест воскресенье и вознесенье Здесь пишем Иерусалимская церковь Иерусалимская церковь Мы здесь забыли Между ними, пожалуйста, поставьте Пятый год После рождения здесь После рождения Христа Пятый год между ними ставим Рождение Павла Павел пишем Рождение Павла Или просто Павел Пятый год после рождения Христа Отметили, да? Пятый год В тридцать пятом году Павел Если не надо В тридцать пятом году Павел принимает Иисуса Христа Спасение Павла В тридцать пятом году После рождения Христа Он принимает Иисуса Христа А в сорок пятом году Павел помощник пастора В антиохийской церкви Помощник пастора В антиохийской церкви Павел помощник пастора В антиохийской церкви В сорок пятом году Павел помощник пастора В сорок шестой и по сорок восьмой год Первое миссионерское путешествие Миссионерские путешествия апостола Павла. В этот период он ставит много церквей. С 46 по 48 год. Затем 50-52 год. Второе миссионерское путешествие Павла. Далее следует 53-57 год. Третье миссионерское путешествие Павла. Третье миссионерское путешествие Павла. 53 по 57 год. В этот период он поставил, Павел поставил церковь в Коринфах, Филиппах и Фессалониках. И Фессианскую церковь в то время, Колоссианскую церковь тоже в это время. Многие церкви он ставит за этот период времени. И вот 60-62 год значит, первая тюрьма. Первая тюрьма в Риме. В Риме. Первая тюрьма в Риме. 60-62. Два года сидит в тюрьме. А с 63 по 67 годы здесь четвертое путешествие. Четвертое путешествие. Он в это время доходит до Испании. Здесь так и пишем «Испания». Испания. Он добрался до Испании с благой вестью. В 63 по 67 год. А в 68 году умирает мученической смертью. Ему отрубают голову, да, знаете вы. В 68 году он умирает мученической смертью. В 70-м году, значит, Израиль как страна будет разрушена. И разрушен в том числе Иерусалимский храм. Иерусалимская церковь. Храм, то есть, а не церковь. В 70-м году падение Израиля. Падение Израиля. В 70-м году. И храм. Запятая храм. Падение храма. Разрушение храма. Давайте нарисуем карту. На одном листе. Постарайтесь карту крупным размером нарисовать. В крупном плане рисуйте карту. Не жалейте лист. На один лист целиком вот возьмите и прям рисуйте тоже приблизительно вот такую карту. Сейчас будем отмечать карту мира. Здесь Испания. Вот здесь у нас Испания. Здесь Италия приблизительно. Греция. Греция. Черное море. Здесь Турция. Сирия. 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 И Израиль. Вот так Израиль. Эку. Египет. Ливия. 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 Иордан. Иордания. Саудиарабия. Саудовская Аравия здесь. Ирак. Ирак. Иран. Здесь Иран у нас. Украина. Украина. Крым здесь. Мир не поместился на вашей доске малюсенькой. Роман. 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 Римская Империя здесь пишем. Римская Империя. До рождения Христа. До рождения Христа 63-го года и после рождения Христа 476-й год. Понятно, да? Да. Вот так долго, приблизительно около 500 лет господствовала. Рим вон там, он красной точечкой обозначил. Вот насколько эта римская империя была огромной. И вот здесь там наверху Англия по карте. Там Испания, Франция и Англия там дальше. И кроме Германии, кроме Германии, вся Европа принадлежала римской империи вот в этот период времени. И Греция, и Македония, и Турция, Сирия. Это все принадлежало римской империи вот за этот период времени. И внизу Африка. И Тунисия. Тунисия. Все. Все принадлежало тогда. И Северная Африка. Все принадлежало римской империи. Правда, она очень большая. И так как она, это все принадлежало с 63 года до рождения Христа, Израиль до рождения уже Иисуса Христа принадлежало римской империи. Вот. До рождения Христа в 63 году Израиль уже был подвигом римской империи. Понятно, да? Это понятно, да? Время. Вот здесь, значит, в 68 году апостол Павел умирает мученической смертью. Таким образом, римской империи разрушает, вот, Израиль вместе с ним и храм. И вот, значит, вот с момента создания Иерусалимской церкви, ученики, значит, усиленно евангелизируют течение 40 лет. Вот до сих пор усиленно евангелизируют. Каким образом и где? Вот, вот на этой карте, вот все страны обозначены. Вот они, вот, по всей этой области, по всей римской империи они несут благую весть. Ученики. В течение 40 лет. И были против этой евангелизации две группы людей. Первый, это какие люди? Сами иудеи противились. И в те времена, иудеи, иудейский народ находился не только у себя в Израиле. Они были рассеянны по всей этой области. Везде. Особенно вот после 70-го года, после падения Израиля, они были рассеянны везде, по всему миру. Иудеи иудеи были против христиан. И вот они, иудеи, были против христиан. И христиане сами недолюбливали иудеев. Почему? Мы должны знать эту причину. Почему они друг друга не приветствовали? И христиане смотрели на иудеев, как народ, который убил Иисуса Христа. А почему иудеи недолюбливали христиан? Почему? Иудеи, в то время, в Ветхом Завете, для них был Бог Отец. Они принимали только Бога Отца. Они считали истинным Богом только Бога Отца. Но эти христиане в то время провозглашали, что Иисус является тоже Богом. Иудеи говорят, почему Иисус является Богом? Мы не можем поверить, что Иисус есть Бог. Иудеи говорит, что Иисус Христа есть тоже Бог. Он есть такого же уровня, как ваш Бог, Отец. Почему сам Иисус говорил, что Я и Отец, одно? Вот тогда иудеи разозлились. Они смотрят на них как богохольников, они богохольствуют. Поэтому и убили Иисуса Христа, иудеи. Римский император. Он был самым-самым в те времена. Почему? Потому что вот в этих странах были свои цари. Он был самым-самым над ними. То есть одним словом, что он был царем царей в то время. Так же. Но эти христиане провозглашали. Что Иисус есть царь царей. Вот поэтому и Римская империя недовлюбливала христиан. Римская империя, значит, они гнали христиан. Иудеи тоже были против христиан. И вот поэтому, по этой только причине, правда, до 70-го года тоже было тяжело, но после 70-го года им было еще тяжелее, еще труднее. И христианам выживать. И поэтому в 100-м году многие вот умерли мученической смертью. 200-м году христианам было тяжело, и 200-м году христианам. Вот здесь 100-м году, здесь 30-м, здесь 100-м, здесь 100-м, здесь 30-м. То есть 200-м году, 한 30-м году. И вот в этом промежутке, пастор сейчас высчитал, 70-100, между ними разница 30, здесь 100-м, где-то приблизительно 230-м году христианам было очень тяжело. И вот в Римской империи в те времена были подземные гробницы. И вот, значит, что это означает подземелье, гробницы эти? То есть в Римской империи под ней находился вот такого масштаба, вот гробница, как, такого масштаба, как город Мьяс, под землей еще находился, подземелье. И вот это подземелье, они по ступенькам спускались вниз, где-то около 10 этажей, вниз. И вот везде эти были лестницы, катакомбы. И вот когда спускаешься, все, вниз-вниз, там можно было встретить площадки, где собирались люди. И вот трупы они просто вот прям в стенку вкладывали, вот. А здесь вот был проход, катакомбы. Как, представьте себе, как в библиотеках больших проходы между книгами, а эти книги, куда складывают, там, это, трупы закладывали, вот, стены. Вот такое подземелье. Катакомбы, вот эти, да, вот эти гробницы, вот подземелье называлось, называлось катакомбами. Катакомбы. 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 Вы прямо запишите, катакомбы. Подземелье, эти. Катакомбы. Поэтому христиане. Поэтому христиане. Так как здесь гнали их наверху на земле, они все ушли туда, скрылись в этих катакомбах. И прям жили там, возносили служение вот в этих катакомбах. То есть жили они вместе с трупами. И семьи были, жили полностью, питались там, и рождались дети там. И возносили служение здесь. И школа была здесь, в этих катакомбах. Это была обычная жизнь наших христиан в этих катакомбах. И их называют поэтому христианами катакомб. И как вы думаете, какая тема молитвы была у этих христиан в катакомбе? Они, у них было одно желание, чтобы Иисус пришел побыстрее. Так же ведь? Чему они могли молиться в этих катакомбах? Вы прям запишите это. Они молились. У них было горячее желание, чтобы Иисус поскорее пришел. Точно так же ведь и Павел здесь. Павел тоже ожидал быстрого пришествия Иисуса Христа. И вот видение у христиан в катакомбе было, что минимум нужно 500 лет, вот 500 году Иисус чтобы пришел второй раз. И вот они жили с такими видениями, с такой верой, с надеждой, что Иисус придет скоро, вот-вот придет. И они все до единого мечтали, что Иисус придет в скором времени, и наступит тысячелетнее царство, войдут и будут жить там без всяких проблем. Вы прям запишите это. Это важно. Да. Вот эти люди в катакомбах мечтали, чтобы Иисус Христос пришел в скором времени, чтобы войти в тысячелетнее царство и прожить вместе с ними тысячи лет, вместе с Иисусом. И вот у них мечта была, что ихний царь, царей Иисус Христос придет в скором времени, и они будут жить в тысячелетнем царстве. Иисус Христос пришел в скором времени. И тогда я хочу у вас спросить, эти христиане катакомбы, вот какой эскатологической теории из четырех относятся? Какой? Первый? Первый? Премиленаристом? Первый? Да. Вот это премиленаризм первый, называется исторический премиленаризм. Вы у себя прямо отметьте там. Первый премиленаризм это есть исторический премиленаризм. Исторический премиленаризм, первый, под номером один. А второй мы отметили диспенсациональный премиленаризм. Таким образом, два вида премиленаризма. Исторический премиленаризм и диспенсациональный премиленаризм. Эти люди, вот христиане катакомб, они верили в исторический премиленаризм. То есть первый. И эти люди не любили иудеев. Поэтому они относятся к антисемистам. Антисемистам. Они не любят евреев. Они не любили иудеев, израильский народ. Антисемитизм. Поэтому многие иудеи, которые были рассеяны по этим островам. Они получали гонения от христиан. Потому что христиане, они были антисемистами. Не любили израильский народ иудеев. А страна Израиль, она разрушилась, все, нету этой страны. И поэтому израильцяне были рассеяны по всей Римской империи. И жили там, кто где мог. И вот здесь тоже их гнали, израильцян и иудеев. Вот здесь тоже гнали. И по этой причине, в конечном счете, оказались и в России иудеи. Поэтому и в России очень много евреев. Теперь дальше смотрим. И дальше. Римский император Константин, он принимает христианство. Константин принимает христианство. 313 год. А в 318 году? То есть в 380 году. Константин, следующий император, Феодосий. Ивыни, гидоккиюру, 완전히 рома, рома, чекуге, куккиюру, мандерасы. Он, значит, принимает как государственную религию римскую, христианство. Христианство через этого императора становится государственной религией в Риме. Римской империи. То есть, до этого момента в Римской империи была вавилонская религия. Теперь, когда стал императором Феодосий, он говорит, нет, христианство будет нашей религией. В результате, конечно, возникли проблемы. Римский император вроде бы принял, но тем не менее, постоянно эти христиане говорят, что царь царя есть Иисус. И, помимо этого, эти христиане утверждали, что этот царь царя Иисус придет вот-вот скоро. И в результате возникли проблемы. Значит, христиан очень много в Римской империи. Они рассеянные, их очень много. И тогда римский император недовольный говорит, слушайте, давайте, идите все, соберемся. Всех руководителей религиозных собирает в себе. И вот среди них был Августин. Августин был. И вот, минуточку внимания перед этим. В Римской империи в те времена было пять церковных приходов известных. В то время, вот в это время. Вот в этой Римской империи. Римская церковь. Первая. А здесь Константинопольская церковь. Это нынешний Стамбул. Раньше назывался Константинополь. А здесь Антиохийская церковь. Или Антиохийский церковный приход. И здесь Иерусалимская церковь. А здесь, в Египте, Александрийская церковь. Это церковный приход. Объединение нескольких церквей. Церковный приход. Главные церкви. Пять их было. А вокруг, конечно, много было этих поместных церквей. Да, по-нашему? И вот среди них была самая сильная Римская церковь в то время. Почему? Это вся Римская империя. Вот вся. Поэтому вот она самая сильная была. Римская. Римская. Римский церковный приход. Поэтому ванны, 지금 ванны, и Рома-гюхе, Рома-гюхе, и 지도자들을 муасли. И вот, значит, этот император собирает всех руководителей отсюда, религиозных. Вот вот сюда, в римский приход церковный. И поставил такой вопрос. Почему христиане называют Иисуса царем царей, когда я есть царь царей? И еще говорит, помимо этого они говорят, что этот царь царей вот-вот придет и будет тысячелетнее царство. Как это возможно? Тогда что будет в моей империи? И тогда эти руководители совещают между собой. Что делать нам? И он объясняет ему. Не будет этого, царь. Не будет, не переживай. Не скоро он придет. Что тысячелетнее царство, это не скоро. Это когда-то там, где-то там. Ты не переживай. Тысячелетнее царство, это не буквальном смысле тысячелетнее. Это символически просто нужно понимать. И вот объясняет, успокаивает ему, его императора. Вот, вот отсюда уже началось тысячелетнее царство. Когда вот он родился, вот отсюда тысячелетнее царство. И мы с вами сейчас император живем в этом тысячелетнем царстве уже. Иисус вот руководит просто нами. О да, Иисус есть царь-царей, но на самом деле реально ты здесь на земле царь-царей. Да, Иисус там царь-царей, а здесь на земле ты царь-царей. Ты поэтому не переживай, император. Ничего страшного. И поэтому говорит, что премиленаризм исторически это неправильно, не пойдет. А истинная теория это амиленаризм. Понятно, о чем речь? Амиленаризм. Амиленаризм, это правильно. И с этого момента римско-католическая церковь поменяла премиленаризм на амиленаризм. И с этого момента, с этого момента, если кто-то говорил про премиленаризм, все, отрубали голову. Вот так отрубали голову. Вот так отрубали голову. Церковной приход церковной. Преход церковной. 처음으로 премиларизм Папа. Первые. Григори. Григори. Григори 1. Григори 1. Григори 1. Вот таким образом Григорий I стал впервые папой римско-католической церкви. И что же теперь они говорят, римская церковь? Они теперь отныне утверждают, что мы на самом верху, все вы будете подчиняться нам, вот этим церквам остальным говорят. Конечно эти четыре церкви остальные противостали этому. Особенно вот греческая церковь пошла против. Вот софийский храм, вот тогда они поклонялись в таком храме. Вот на греческом так и звучит как мы называем папа, да? Папа римской церкви, папа самый главный же ведь. Вот они говорят, как же ты можешь человек быть папой, если для нас папа Бог. Вот они противостали. Как ты можешь быть папой? Как ты можешь быть главным, когда папа вон наверху наш? И в результате римская католическая церковь с греческой начали воевать по этой причине. Греческая не хотела признавать папу. И вот самый первый царь, сильный царь тогда киевской Руси был Олег. В те времена. И вот тогда центр Руси был Киев. И первый царь Олег. Так же. А второй царь кто был? Второй царь в Руси. Отец, ой, сын Олега. Царя Олега. Игорь. 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 Вы отметите себе. Это почему? Потому что это ваша история, которую вы должны, обязаны знать. Игорь. Игорь. Первый. Олег. Второй царь Руси. Игорь. 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 Кто? Олег. Кто? Игорь. �ל QAZO. копейки. Илигорь. Игорь. Олег. Игорь. Игорь. Эмит. Вот. Жена царя, Игоря Ольга. Ольга. Вот. Ольга приняла Иисуса, стала христианкой. Игоря, Ольга, вот жена этого царя, Игоря, Ольга, вот Ольга приняла Иисуса, стала христианкой, вот Константинополь Вот здесь, христиане благовествовали, и Ольга принимает Христа Она становится христианкой здесь, в Константинополе Это где-то 956 год, приблизительно Где-то в 56-57 году это было И вот потом, в последствии, где-то в 958 году, Ольга получает Вот на их крещение И Ольга, значит, теперь благовествует своему сыну, но он не принимает Но внук ее, внук Ольги, кто это? Как звали? Владимир, да, Владимир Вот внук Ольги Владимир стал христианином, принял Иисуса Христа через бабушку Ольгу В истории, я смотрел в истории, вот такое рассказывает история У Владимира было очень много жен, где-то 6-8 жен, а любовниц было еще больше Где-то 800, вот так говорит Истории написано об этом И очень любил пить И я смотрел, вот в истории, вот так рассказывают о нем В Владимире И теперь, значит, Владимир, если до сих пор Русь поклонялась неизвестным богам-башкам, а Владимир решает, отныне давайте мы тоже установим свою государственную религию, примем христианство И он перед христианством, оказывается, для того, чтобы установить тоже какую-то государственную религию, Пошел к мусульманам, чтобы попробовать принять исламство Но оказалось, что в исламстве там запрет пить, нельзя пить И естественно он отказался, так как любил водку И сказал, что нет, не пойдет эта религия исламская Да, единственное, что ему там понравилось, о, хорошо, оказывается, там разрешается много женства Но, к сожалению, не разрешается пить И поэтому оказывается, что он не принял исламство Потом хотел иудаизм принять, встречался с этими людьми А эти иудаисты говорят, если вы примите иудаизм, то вы все должны поменяться, стать как иудеи И сказал, что нет, не пойдет это, это не подходит И вот стала дилемма, или римская католическая религию принять, или же греческую И представители отправили кассу впервые, римская католическая церковь, пойти узнать И тогда в Ватикане еще не было такого большого храма Ватиканский был в 1500 году, где-то приблизительно И они отправили представителей, разведчиков в германскую католическую церковь А потом же Софийский храм, греческую, заодно и отправили А в это время, это Софийский храм был, он великолепен с виду Очень великолепен на вид, внешне храм И по ихней религии оказалось, что можно вдоволь пить И можно иметь много жен, женщин И поэтому Это ему понравилось, греческая православная церковь Да, и тогда то время было, времена Византии, да, Византии Поэтому и Киев, Киев, Украина, Византии Поэтому вот и Киев, вот Киевская Руссия, Украина там, они вот близки к Византии А вот эта церковь какую эсхатологическую теорию имела? Да, амиленаризм Амиленаризм тогда утверждалось, вот в этих церквах Если бы тогда ему бы говорили этому царю Владимирю про премиленаризм То наверняка же им отсекли голову за это Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому